Странное, странное то было лето. Всё в нём перепуталось. В исходе мая листва берёз оставалось по весеннему слабой и лыжной. Черёбок расцвела лишь в первых числах июня, а сирень ещё позже. Но зацвела вся разом. В одну ночь вскипела. И во дворе, и в аллеях, и в парке. А ведь положено так. Сперва запенивается белая, голубая и розовая отечественная сирень. Через пять-шесть дней завело бьет низенькая персидская сирень. И через неделю забросит в окна дома венгерская сирень с самыми красивыми бледно-фиолетовыми цветами. А тут сирень распустилась рада после сильной ночной грозы, переплашившей обитателя усадьбы прямыми, отвесными, опасными молниями. И когда Верочка-скалон выбежала утром в сад, она ахнула, поражённая дивным великолепием сиреневого пульства. Пьянящий дух сирени был такой вкус и сладок, что Верочка кинулась в сирень, как в реку. Мгновенно вымокнула с головы к опят, потому что тяжёлые листья и листья были пропитаны минувшим ливнем. Вдруг грубый шорох заставил Верочку испуганно замереть. Кто-то шёл на пролом сквозь сиреней. Верочка затаилась, осторожно раздрынула ветви и в шаге от себя увидела Серёжу Рахманиного, племянника хозяев усадьбы. Он приподымал кисти сирени ладонями и погружал в них лицо, как бы умывали его в расистой сирене. Но это и Верочка умела делать. А вот другая придумка Серёжи была куда интереснее. Он выбирал некрупную кисть, а осторожно брал её в рот, будто собираясь съесть. А затем так же осторожно вытягивал её изо рта, что-то прокладывая, как будто пил сиреневое вино. И Верочка последовала его примеру. Отведала белой, потом голубой, потом лиловой сирене. У каждой был свой привкус. Сиреневое вино так понравилось Верочке, что она пустила в форму две руки и её всё забрызгало росой лепестки, обклеив подбородок, щёкки. «Психопатушка! И вам не стыдно?» – послышался протяжный, укоризненный голос Рахманинова. «Поедать сирень! Какое варварство!» У Сергея Васильевича была раздражающая привычка давать всем прозвище. Он превратил Верочку в психопатушку, что совсем глупо. Конечно, она бывает неиздержанная, легко вспыхивает, легко переходит от смеха к слезам. «Но какая же она психопатка?» Она давно хотела объясниться Сергеем Васильевичем по поводу дурцкой клички. Но теперь разговор придётся отложить. «Кто же она? Как мне психопатушка, если с такой вот звериной алчностью пожирает сирень?» «Психопатушка!» Дрочита Кнусава, растягивая слова, проговорил Рахманинов. «Да ведь всему этому не поверят! Вы бы посмотрели на себя!» Верочка провела ладонями по лицу. Но они стали мокрыми, а на подушечках пальцев налипли голубые, миловые лепестки, какой-то мусор, паутинки. «Да-да-да-да-да-да-да-да-да!» Бедная девочка проголодалась и решила немножечко попастись. Он ещё что-то говорил, но Ирочка уже не слушал. его. Со всех ног, зажимая ладонью страшно бьющееся сердце, мчалась она к дому. Рахманинов в это время стоял, задумчиво перебирая кисти сирени. Он хотел понять, почему его так трогло и странно взволновало эта встреча. День, начавшийся для Верочки с колонн, так тревожно и странно катился дальше. Чудесный, жаркий, долгий июнский день с парным молоком, с садовой земляникой прямо с гряда. Еще одна неожиданность, но где-то видно, чтобы садовая земляника поспевала в пору цветения сирени. День продолжался с купанием, беготной по парку, с запаздывающим, как всегда, обедом, с катанием на трошках, с вечерним чаем, с веселой болтовнёй в беседке, с долгим, будто навек прощанием горит сном, с прохладой домотканных, полотняных плостынь. Но прежде чем погрузиться в сон, Верочка вспомнила утреннее похождение и удивилась своему тогдашнему испугу. Рахманинова сёстрам Скалон представили совсем недавно в Москве, в доме Садиных, где они останавливались на пути из Петербурга в Ивановку. И в этом долговезном юноше всё было непомерно и нелепо. Громотные, как лопоты, руки, длинные волосы, большой тяжёлый нос и огромный, хоть и красиво очерченный рот, мрачноводый, с подлубья, взгляд тёмных глаз, нелюбезный, настороженный, скованный, совсем неинтересный, таков был дружный приговор сестёр. Но Рахманинов, пьющий горькую в лаву сиреневых кистей, стал Верочке по новому интересе. Из старого парка тепло, густо, сильно ударило сиренью. Аромат накатил стремительно, упругим мощным малом накрыл, загружил, наполнил сладковатой гернотой, почти лишил сознания. А кстати, а в кого он не люблён? Прежде Верочка не задавалась этим вопросом, хотя сердечные дела всех обитателей усадьбы заботили её чрезвычайно. Но, скорее всего, он влюблён в старшую её сестру, двадцати двухлетнюю Татушу, властную самоверенную красавицу. Похоже, в неё все влюблены. А кто влюблён в Серёжу? Натуля Сатина! Наташа Сатина была рослая, стройная, очень серьёзная девочка, пытавшаяся держаться на рамах со всеми взрослыми. Но её губил рот. Детский пухлый, не оформившийся, и потому непослушный, распалывающийся, даже глупый какой-то. Хотя она, как-нибудь, не была дурной. Пухлая губошлёпья отбрасывала Наташу в детство. И комичными, пройдимыми казались её серьёзность, трудолюбие, рассудительность, даже какая-то важность. Наташу всё время хотелось отослать в детскую. Верочка легко вздохнула и крепко заснула. Вечером следующего дня Верочка гуляла по парку. Она нашла замшелую скамейку под кустом белой сирени. Опустилась на неё, вспомнила, как пила сиреневое вино, и ласково-грустно усмехнулась своему недавнему ребячеству. «Психопатушка! Можно к вам?» И, не дожиаясь ответа, Серёжа плюхнулся на скамейку, чуть её не развалив. Верочка начала разговор о музыке. Она возмутилась тупостью взрослых людей, считающих, что барышень непременно надо учить на фортепианах. «Зачем это? Мы все совершенно бездарны, но нас заставляют каждый день бренчать на рояле. Нельзя из-под палки заниматься искусством». «Вы знаете, Наташа вовсе не бездарна», — спросил Рахматин. «У неё способности». «Перестаньте, Сергей Васильевич, вечно вы!» «Думаете, никто не слышит, как она пищит, когда вы с ней занимаетесь?» «Зачем только мучают ребёнка?» «Ребёнка? Ну, психопатушка, вы бесподобны!» «А намного ли вы старше? Года на три?» «Это ничего не значит», — сердито сказала Верочка. «Я старше!» «А вы злая!» — с удивлением сказал Рахматин. «Вы не любите Наташу!» «Верочка и сама не знала, почему она с такой яростью обрушилась на слабую, конечно. Да ей-то что за дело? Легуру Наташи! А потом ещё прошлась по поводу возраста подруги. Ну, с чего было так набрасываться? На милую, смуглую, преданную Наташу. Доброта важнее мелкой истины. Но вот уж кто действительно недобр, так это Серёжа, сказавшему, что Верочка не любит Наташу. И вдруг из самого сердца, слабого, бедного Верочкиного сердца, хлынули слёзы. Так смутился и огорчился Серёжа Рахматин. У него самого дополнились глаза. Он проклинал себя за грудь. Слыл со скамейки на земле и колеба преклоненно. Просил прощения, Целуя Верочке на руку. Такого с Верочкой уже не смечалось. Она даже плахать перестала. А потом испугалась, что руки у неё по-прежнему грязные, в стороне, в земле. И она тёрнула их. И ещё больше испугалась. Невежливости часто. И, окончательно растерявшись, поцеловала Серёжу Рахматиного на стене, стукнувшись зубами. И после чего сердце в ней совсем остановилось, и несколько секунд, она была мёртвой. Надо отдать должное Серёжу. В эти мгновения он проявил огромный такт, нелепого поцелуя, будто вовсе не заметил. И ещё раз поклялся в пришедшем, но просил не судить его слишком строго. Ну да, он не умеет вести себя с девушками. У него есть сёстры, но ему почти не пришлось жить вместе с ними. Его забирала к себе бабушка, поступив в Московскую консерваторию, он стал жить на пансионе Николая Сергеевича Зверева. Известный музыкальный педагог и чудар. Зверев брал воспитанников с тем условием, что они не будут уезжать на лето на каникулы. Серёжа рос и воспитывался в окружении одних только мальчиков, талантов и славных мальчиков. Но Верочка, конечно, понимает, как чисто мужская компания обделяет человека тонкостью. Верочка понимала всё. Ей вдруг вспомнились разговоры о трудной домашней жизни Серёжи. Отец его оставил семью, предварительно промотав собственное состояние и преданной жены. «Серёжа рос на ветру, не ведая семейного тепла. Почему же вы ушли от Зверева?» спросила Верочка. «А вам разве известно, что я ушёл?» смешался Рахманинов. Он понял, что я буду объяснять причину своего ухода. Серёжа хотел сочинять музыку, а в большом доме Зверева для этого не оказалось места. «Строгий, нравный педагог не только не хотел помочь Серёже, он вообще был против сочинительства». Серёжа ушёл никуда. Его приютили с Сатиной, а остальная родня попусту отступилась от него. Верочка с удивлением глядела на Рахманинова. Она, конечно, знала, что есть люди, которым негде жить. Но они находились в таком отдалении от её привычия, что Верочка не могла реально представить ни их существование, ни их мук. Они были ближе к литературным персонажам, нежели к живым людям. И вот рядом сидит человек, хорошо знакомый ей, который тоже бездомен. Он любит шутить над собой, странствующий музыкант, но в этой шутке большая доля правды. И вот наступила та минута, та мучительная пауза, когда в неловкости напряжение неясности выводов не только утрачивается сближение, но люди отодвигаются друг от друга дальше, чем мы. И они обрадовались, услышав громкий голос, госпожи сказал, он, дети, по дамам. Как жаль, что в Серёжу так трудно влюбиться, думала Верочка засыпает. Он некрасивый, не урод, конечно, у него породистая худоба, добрые, глубокие глаза, великоватый, зато красиво отчерченный рот. Но этот большой бессмысленный нос на худеньком лице, эти непонятные патвы до плеч, и всё же пусть Серёжа дырёт с собой, в нём что-то есть, значительное, самопытное. И на следующий день Верочка спросила Александра Ильича Зелоти, известного пианиста, который по случаю тоже отдыхал в садьбе, хороший музыкант, Серёжа Рахманинова. Гениальный. Нет, правда, Верочка решила, что он шутит. Такого пианиста ещё не было на Руси, с восторженной ярустью поручал Зелоти. Ну что же, лучше вас, наивно спросила Верочка. Будет, и очень скоро. Вы посмотрите на его руки, когда он играет. Все пианисты бьют по клавишам, а он погружает в них пальцы, будто слоновая кость мягко и податливо. Он окунает руки в клавиатуру. А какую музыку он сочиняет? Это секрет. Знаю только, что фортепианный концерт, но могу вам сказать, что-то Серёжа Рахманинов не делал в музыке. Это будет высший класс. Он великий музыкант. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Верочке было грустно. Сирень, еще недавно такая пышная, сочная, начала осыпаться. Лето разом постарело. Верочку томилось странное предчувствие. Что-то должно случиться. С ней или одной, со всем домом, хорошее или дурное, радостное или печальное, она не знала. Но что-то непременно произойдет. Все началось, как нередко бывает, с пустяков. Верочку пересадили за столом на другое место. И она оказалась рядом с Сережей Рахманиновым. Обед шел привычным медлительным ладом. И вдруг тетя очень громко спросила Верочку, ну как, довольна ли ты своим новым соседом? Ну, чтобы взять и ответить. Довольна, спасибо, тетушка. И делал конец. Но Верочка точно онемела. Для чего завела тетя этот разговор? Да еще так громко подчеркнуто. Или тут таится какой-то громкий особый смысл? А почему все уставились на нее? Лицо горело. Словно ей вылепили по горчичнику на каждую щеку. А голос вовсе отказал. Она не могла словом вымолвить. И опять раздался ее молимый голос. Вера! Я тебя спрашиваю, довольна ли ты своим соседом? Верочка схватила тяжелый кувшин с квасом, а опрокинула его над стаканом так, что пенистый напиток выбежал на скатерть. Стала жадно пить, довязь, обливаясь. А потом началось. Что? Что случилось с нашей бесстрашной малышкой? Откуда такая робость? Домогалась сестра. Да что вы привязались ко мне, неожиданно храбро выпалила Верочка. Я просто не поняла, чего тетя от меня хочет. Она знала, что это звучит неубедительно. Но сейчас ей стало все равно. Но одна Наташа Сатина ни о чем не спрашивала. Неужели эта девочка с пухлым ртом грустными глазами обо всем догадалась? Догадалась о том, что Верочка, гребешущей рукой, написала в своем древнике? Конечно, больше нет никаких сомнений. Я влюблена. Я влюблена. Если меня спросят, когда, как это случилось, то я ничего не смогу ответить. Я только знаю одно. Я люблю его. Во всем этом случае это случилось внезапно и против моей воли. Что будет дальше? Рада ли я этому? Всего этого я не знаю. Вечером, накануне Ивана Купалы, девушки решили гадать. Когда они еще утром выбирали себе место в Яблоневом саду, Верочка не сомневалась в своем праве гадать наравне со старшими сестрами. Ей есть о чем гадать, есть на кого гадать. А вечером ей стало страшно. А может быть, все ее чувства к Сергею Васильевичу просто выдуманы. Наступил вечер. Стало непроглядно черно и внизу, и вверху. Затем небо отделилось от земли. На нем вырисовывались верхушки деревьев. Проглянули звезды. Девушки гуськом двинулись в Яблоневый сад. В саду было еще темнее, но глаза уже привыкли. И девушки довольно уверенно пробирались среди яблонь с побелинами, словно светящимися стволами. Здесь так легко раствориться во мугле. Верочка попробовала плести веночек, но пальцы плохо срушились. Господи, Господи, сколько мук! Приходится терпеть из-за человека, который даже не догадывается, что его любят. Она уже спала в своей постели, засыпала нетерпеливо, а жесточемно взбив подушку, Натянув на голову одеяло, когда в распахнутое окно пахнуло жасмином, не сиреную лету, а жасмином, его пряным запахом зрелого лета. Верочка пахнула и очутилась в Валере старого парка. Было утро, и что-то страшное таилось зазримым облаком этого солнечного, дымного, блистающего утра. И все в Верочке мучительно съежилось, когда смутно чайная угроза обернулась мужской фигурой, медленно идущей навстречу ей из глубины сада. Верочка могла бы убежать, спрятаться, хотя бы просто остановиться. Нет, как обреченная, продолжала она идти навстречу, не знакомясь страстным ростом, с ростом по мере приближения, вытягиваясь в рыбящем тумане, в глубящем солнечном свете. Верочка покорно шла, верляя скользила к нему, и вдруг пришло счастье, потому что человек этот был Сережа Рахманинов. Верочка проснулась, свершилась, свершилась, вечью ночи, вон купала, она загадала на своего любимого, и он явился к ней во сне. Однажды вечером катались на дрожках, Верочка сидела рядом с Сережей Рахманиновым, это волновало. Но, к сожалению, Сережа все свое внимание отдавал, примастившись и с другой стороны старшей сестре Верочке до души. И Верочка впервые задумалась над тем, что мало любить самой, надо, чтобы и тебя любили. Когда она открыла в себе чувства к Сереже, она была так счастлива, что вовсе не думала о взаимности, Довольная и того, что она может любить, может любить Сережу, дышать с ним одним воздухом, Разговаривать, смеяться, кататься на лодке, дрожках, гулять в парке, сидеть под душистым стогом, Молчать и знать. Вот, вот мой любимый, его глаза, губы, руки, Милая худоба, мальчишеский смех, его радость, задумчивость, его тайна. И не надо ничего ждать и требовать взамен, да и что он может ей дать, Кроме самого своего существования под одним с ним небом. Но теперь Верочке хотелось, чтобы он откликнулся ее любви. Зачем? Она не умела сказать, но знала одно. Любовь не радость, не счастье, если любишь только ты. Вот и все, сказала Верочка самой себе, так грустно, что чуть не расплакалась. Рахманинов обернулся, поглядел на бледное лицо Верочки и поразился. Произошедший в ней за недолгий срок перемене. Это была взрослая девушка, знакомая с печалью и болью. И он наконец-то понял, с какой бы радостью я увез мою психопатушку на край света. «Увезите! Увезите!» сказала Верушка. Сжала руки Офи, сделающие ее, похожее на привидение. Она даже подбежала к окну, отдернула зловеску. Верочка стояла внизу. Она подняла освещенное месяцем лицо. Ее русские волосы казались зелеными, в светлых грозах, грозно чернела. И она была странна, невиданна, пугающе хороша. И отчаянно заглотившимся сердцем Наташа угадала, зачем она пришла. Он любит меня, любит меня, шептала Верочка. Понимаешь, любит. Мы объяснились, у нас же сирены. Какая ты счастливая, боже мой, какая ты счастливая, шептала Наташа. Спасибо, Наташа. Ты хорошая и добрая, я так тебя люблю, ты самая лучшая моя подруга. А Рахманинов в это время пробирался сквозь кусты сирены. То, что было, не приснилось, не пригрезилось, не примирившилось в дурманной усталости, которая все чаще охватывала его в последние дни от мучительной, не заладившейся работы. Не шел его в ортопиальный концерт, а теперь пойдет. Он узнал, что такое музыка, он искал ее в окне, а она должна звучать внутри него, быть счастье его самого. Путь музыка. Что же было дальше? А то, что всегда бывает. Лето сменилось осенью и опустело Сатинское усадьо. Сестры с колонны вернулись в Петербург, Рахманинов и Сатины в Москву. Но то, что зажглось в Ивановке, не погасло. Хотя редки были встречи, и много ли скажешь в письмах. Верочка все болела. Ее каждое лето возили на модные заграничные курорты. Селёжа Рахманинов наступленно работал, скитался в бедствии. А потом их опять свело лето в той же Ивановке, где они с ликующей легкостью связали настоящее с прошлым и еще через два года. Но три сестры уже стали дамами. Они с утра затягивались в корсеты, носили в солнцепёк модные платья, огромные шляпы, похожие на цветочные клумбы. А отощавший, страдающий неврологическими болями Серёжа Рахманинов оказался мальчик рядом с ним. К этому времени Вера Дмитриевна открыто считалась невестой Сергея Томбузина. Да, да, Рахманинов блестяще кончил консерваторию. По двум классам фортепиано и свободной композиции. Его экзаменационная работа оперы Олега была поставлена на сцене Большого театра. Многие произведения вошли в репертуар известных исполнителей. Он и сам с успехом концертировал. Но что всё это значило для тех мирил, какими в семье Скалонов определяли ценность человека, его положение, его будущее. Покорная дурной Селерода Рёлочка даже не пробовала сопротивляться тому, что в высшем сужденном Совете. Она была честным человеком и в канун свадьбы сожгла все письма Рахманинова, боль листа, и как будто очистилась огнём. Но Верочка сожгла что-то куда более важное, чем листы почтовой бумаги с нежными и шутливыми, серьёзными и печальными, радостными и горькими доверительными словами. Она сожгла собственную душу. Всё лучшее, взволнованное, трепетное и возвышенное в ней. Но догадалась она в этом слишком поздно. Вначале, упоённая взрослостью, красивым домом, успехом в свете, материнством, она не сомневалась, что живёт, хотя и обыденной, но счастливой жизнью женщины своего круга. Она как-то упустила, что этим благополучным женщинам не выпадало в юности любви Рахманинова. И о нём трудно было забыть, хотя бы просто потому, что всюду звучала его музыка, в том числе посмещённая Верочке. И музыка эта была так прекрасна, так много говорила ей. Верочка стала печальной, пустой в её богатом доме, и всё сильнее болело сердце, которому не помогали модные итальянские и швейцарские курорты. Судьба Рахманинова тоже складывалась непросто. Он узнал и громкий ранний успех, и жестокое поражение, когда, бессознательно угождая петербургской неприятной неприязни к школе Чайковского, тучный, флегматичный Глазунов, выступая в качестве дирижёра, рассеянно провалил его первую симфонию. Тяжелейший нервный и творческий кризис постиг Рахманину. Ему казалось, что он навсегда утратил способность сочинять музыку. Из этой прострации он выбирался долго и трудно. Его жизнь была неустроена. Он ютился в мебелерашках, терял время на частные уроки, метался, порой причаливая, к таким пристаням, где ему вовсе нечего было делать. Но в самую трудную для него упору из глубокой тени выступала женская фигура, столь знакомая своими очертаниями и вместе будто невиданная никогда. И Рахманин понял, что спасён. Наташа Сатина, девочка с пухлыми губами, веточки на перстнице, ставшая красивой, стройной женщиной, с воевым терпением ртом, сильной плотью и духом, и более всего, бессоветной преданностью тому, кого выбралише детским сердцем. Перетерпим, все и вся, она выстрелила своё счастье, и она всегда заняла пост, любви после выгода. Она была с ним и тем чёрным, февральским днём 1943 года, когда отыграл последний концерт, сбора которого, как и сбор до стальных концертов, передавался в фонд Красной Аркти защитникам Сталинграда, Рахманинам с разведенным метастазом и беззвоночником. Не смог сам уйти со сцены, его внесли на носилках, предварительно опустил в занавес и седая, но по-прежнему стройная и сильная Наталья Александровна услышала, как прошептал Рахманинов, чуть приподняв свои прекрасные громадные руки, «Милые мои руки, бедные мои руки, прощайте!» Верочке такого не было дано. Она думала, что сможет жить, как живут другие, давать счастье мужу, воспитывать детей, встречаться с интересными людьми, уделять внимание музыке, литературе, достойно и благообразно стареть. Ничего этого Верочка не умела. Она умела лишь одно – любить Рахманинова. И когда это оказалось невозможно, ей не для чего стало жить. При таком больном сердце уйти легко. Она словно разжала руки, только и всего ей было тридцать четыре года. В память Ивановки и того странного лета, когда запоздало и мощно забродило сиреневым вином, Рахманинов написал свой самый нежный, самый взволнованный романс сиреневый. Там есть удивительная, щебящая, как взрыв, нота, то промельк Верочкиной души откупленной любовью у вечность. Спасибо. Спасибо. Спасибо.